Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 11 марта, день Порфирия. Назван в честь святого отца Порфирия и епископа Газского. Он просветил город Газу, сокрушив в нем всех идолов и воздвиг церковь по среде города. Старины молодые мужчины в этот день обходили стороной красивых женщин, которых сегодня, согласно преданию, вселялись кикиморы. Они могли не только соблазнить парней своей красотой, но и забрать их мужскую силу, и даже заманить в лес и убить, если в этот день утром лужи затянуты льдом к теплому лету. Вообще, ранняя отепель предвещала затяжную весну, поэтому мы говорили, ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманет, рано затает, да долго не растает. Приметы. Если перелетные птицы вернулись раньше, быть богатому урожаю зерна. Если сегодня метет метель, лето будет прохладным. Если сегодня дует сильный ветер, заморозки скоро кончатся. Сегодня будет удачная рыбалка. Сегодня ни в коем случае не стоит сажать вербу, это к собственным похоронам. Чтобы в роду не было самоубийц, не следует брать сегодня веревку в руки. Одновременно я себя снимаю. Доброго здоровьица, мы уже в зефире. Я могу очечки снять, хотя тут читать придется. Значит, почему я такой решил, прикинь-ка, не так это все, так как положено. Я смотрю вот эти военные сводки, которые читает наш полковник, по-моему, Квашининников. Ну, вроде и так. И у него формочка. Здесь значок мастера спорта. Я думал, у меня же мастера спорта, и что я его не надеваю. Значочек поплавочек, но я дарявить там не стал еще себе. Думаю, ладно, так подойдет. Без этого, без всякого-якого. Немножечко так снимусь. О, видите как. Пареньшка Гоши, пареньшка Гоши, как тебя зовут? Все его знают, все его любят. Кстати, я сегодня сочинил стихотворение про март. День 8 марта уже как женский прошел. Дальше неудобно поздравлять. Ну, и начал сочинять. Не совсем получилось, как хотелось. Как бы сказать, особо вдохновения, так сказать, такого нету. Но, тем не менее, тем не менее, крутил, вертел. И вот очень важно, как ты эти все слова подашь. И я сейчас вам как раз их и расскажу. Стихотворение. Так, это что тут у нас? Ага, GoPro. Пишут, 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 пишут. Покупайте YouTube. На вашем началась трансляция. И так далее, и тому подобное. Так очень важно, как это все в стихотворении вы расскажете. Всем привет, народ. У меня еще 8 марта. Да, да, все, 8 марта, правильно. Так она и есть. Так сядем красиво, красиво. Сядем. Вообще, любите себя. То, что вы на настоящий момент имеете, это результат вашего труда, вашей жизни. Поэтому, если вы недовольны, ну, работайте над собой. Если вы работаете, цените то, что вы сделали. Итак, важно, как эти слова подать. Это очень важно. И причем, смотрите, можно, конечно, человек там стесняется, рассказывает или сочиняет там стихотворение. Если вы хотите, чтобы ваша голова работала лучше, значит, не обращайте ни на кого внимания. Жизнь дана вам. Вот вы собой в этой жизни и занимаетесь. Итак, стихотворение. Пока кто-то там собирается или не собирается. Ха! Ну, красавчик, видите, пиджачок. Что значит сесть благородно, картинку выставить, а то, говорит, толстый какой. Ну, ладно. Проходит матушка зима. Март наступил. Запели птицы. И скоро будут гнезд давить. Растит потомство. А пока любви наставшая пора Дурманит голову, чарует И каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я готов. Мы слышим мартовских котов И ворковании голубей. И жизнь нам кажется добрей, милей И где-то даже веселее. Ха! Прочитал, однако. Не буду говорить, что там сукин сын, Я там айда, айда. Но сделал. Вот это вот стихотворение Будет на заставочке дней. И вы будете И вы будете Его слушать.